всем доброе утро всем привет дорогие друзья вот никогда кто может угадать где я сейчас нахожусь вот смотрите да вроде бы на котеле видите прям как котель как настоящий как настоящий котель там сзади да вот так посмотреть котель стена плача в израиле смотрите вообще не отличишь да теперь а если по факту а если по факту то я нахожусь в сути смотрите о вверх показываю сука видите это сука а если еще больше по факту то я нахожусь в одессе представляете вообще насколько удивительная работа и техника что можно находиться одновременно в одессе сути в интернете вообще удивительная вещь мы живем в удивительную эпоху и просто я не перестаю удивляться всем этим уникальным достижением техники которые которые нам дают возможность сейчас просто прикоснуться ко всему миру вообще ко всему миру через вот этот маленький телефон хорошо и при этом чек находится всегда в одном всего месте то есть если реально посмотреть где находится человек то он находится в одном месте где находится человек он находится у себя в мыслях то есть он все время находится у себя в мыслях и можно вот находясь мыслях расширить где я нахожусь сейчас в одессе в европе можно так назвать в украине или в суке то есть там где как я себя представлю как я себя обозначу так я буду находиться вот яков шатадин как раз яков шатадин он находится сейчас в иерусалиме интересно для меня очень большой вопрос последние годы вообще для меня очень большой вопрос все последние годы насчет того вот должен ли я все время жить в израиле или я могу какое-то время жить там в украине в другом месте да не в израиле и я как бы этот вопрос задавал например одному раввину и он мне сказал что когда к любавическому рэбэ когда к любавическому рэбэ подходили с этим вопросом он говорил что сделай сделай израиль ты зачем хочешь в израиль ты хочешь в израиль для того чтобы для того чтобы быть ближе к богу так сделай израиль там где ты находишься сделай израиль там где ты есть будь близок богу там где ты есть как это сделать это значит от конос вообще возможность приблизиться к богу да у нас есть возможность приблизиться к богу только в когда мы в мыслях начинаем размышлять о боди думать о боди изучать Тору, изучать Слово Бога, да, то, что он сказал через пророков, он же говорил через пророков, и когда мы изучаем Тору, Слова Бога, да, то мы тогда, мы тогда как раз к Богу приближаемся. Это мысленно, да, то есть мысленно, особенно те, которые изучают, например, Кабалу, которые изучают, как Бог сотворял мир, как Бог управляет миром, вот эти вот все высшие такие этажи божественного, там, где есть только Бог, да, то есть в материальном мире у нас есть еще, ну, какие-то материальные вещи, а когда мы изучаем вот такие вот вещи абстрактные, да, как Бог управляет миром, как он его создавал и так далее, то мы тогда взаимодействуем как бы с Богом вообще, ну, в чистом виде, да, в таком, в концентрате, в концентрированном виде. Когда мы молимся, когда мы, мы вообще с Богом в этот момент, когда в молитве человек соединяется с Богом своим сердцем, в сердце прям, да, вот он молится, он как бы представлять Бога нельзя, но он представляет, что вот он сейчас полностью собранный и хочет прилепиться к Богу, это молитва. Теперь, да, доброе утро, Римка Виннесевич, вот как раз. Теперь, а когда человек делает заповедь какую-то, выполняет действие, то он в момент совершения этого действия, он еще больше приближается к Богу. Теперь обычно все заповеди, они очень краткосрочные, ну, да, там, одел тфилин и так далее. А в суке, вот ты находишься, когда вот сейчас в суке, да, вот сука, вот сука, видите? И особенно если сейчас сказать благословение на суку, на Ле-Шеф, сидеть в суке, жить в суке, то в этот момент ты соединяешься с Богом, прям конкретно соединяешься с Богом, как бы в этом пространстве, в этом пространстве, вот, Дамир, я, например, Кабалу не изучаю, но, может быть, Яков Шатадин найдет какого-нибудь преподавателя, который может хоть чуть-чуть сделать обзор какой-нибудь по Рамхалю. Нет, почему, есть книга такая, Дер-Хашем, Путь Бога, это тоже Кабала. Путь Бога есть книга, классическая книга, которая, это Кабала Рамхаля, можно ее изучать, ее изучают, в принципе, во всех ешивах, даже у меня когда-то были уроки на YouTube-канале, есть по книге Дер-Хашем, Путь Бога. Это тоже Кабала, то есть надо знать, зачем Бог создал мир, как он его, зачем он его, ну, как бы, должно быть это понимание, можно чуть-чуть изучать, но не глубоко так. Теперь, значит, еще раз, в момент выполнения заповеди ты физически соединяешься с Богом, то есть ты об этом думаешь, и ты своим телом соединяешься с Богом. И интересно, что когда говорят о том, а зачем Бог создал вообще мир человека, для того, чтобы, говорят, очень такое красивое есть выражение, что Бог создал человека, чтобы сделать себе квартиру, как бы, жилище в нижнем мире, в нижнем мире. То есть получается так, что вот живет человек, такой биоробот, да? Биоробот, у него все запрограммировано, у обычного человека все запрограммировано, у него запрограммировано тело, у него запрограммировано мышление, он думает одни и те же мысли, у него постоянно крутятся в голове какие-то фразы день за днем, 70 тысяч мыслей в день крутятся у человека. Представьте, 70 тысяч мыслей в день, и 90% из них повторяются, практически одно и то же. Так иногда услышишь какую-то песню новую, попел ее, попел денечек, у тебя еще эта песня добавилась, иногда всплывает. Ну, в принципе, одни и те же мысли, одни и те же мысли у человека в голове целыми днями крутятся. Теперь человек, который хочет быть с Богом, он добавляет в эти мысли, добавляет в эти мысли Тору. То есть он говорит, секундочку, а я сейчас поучу с утра перте-авод. Перте-авод, например, вот мы сейчас учим перте-авод. Сейчас из-за праздника Суккот мы как раз чуть-чуть приостановились, потому что сейчас молитва поздно заканчивается, я не успеваю между молитвой и уроком чуть подготовиться. И плюс мы дошли до такой мишны, которая, я ее в Суккот не хотел учить, мы как раз остановились на мишне, после праздника мы ее начнем учить. Значит, это мишна, за что в мир приходит расплата, за какие в действия Бог наказывает мир. Там есть конкретно прям перечисление 7 разных действий и 7 видов таких вот общественных наказаний, то есть за что приходят наводнения, болезни, эпидемии, засухи и так далее. Это мы как раз не хочется в Суккот учить. Суккот – это время радости. Хочется радоваться. Поэтому мы как раз в спирте вот приостановились, а мы сейчас изучаем просто то, что связано с праздником Суккот и с радостью. Поэтому давайте сейчас немного поговорим еще о суте. Значит, вот нужно 7 дней жить в таких шалашах, видите? 7 дней ты живешь, 7 дней – это 1,52 часть года. 52 недели в году, и мы неделю из них, то есть 1,50 года, мы живем в суте. Значит, сука – это, видите, вот такая вот стена, это тканевая стена, это тростник над головой. И ты в этот момент приучаешься, приучаешься в этот момент. Значит, я в такой сейчас общественной суте, я в Одессе, и сейчас после молитвы все пришли покушать суку. Вот Яков мой сын, вот Ильишама. А вот пришли после молитвы, покупают здесь еду. Видите, все евреи много разговаривают, и сейчас сидят в суте, кушают. Вот так вот. Так это происходит. И вот, значит, ты сидишь в суте на природе, и одну неделю выпадаешь из своих постоянных материальных стремлений и мыслей к тому, что тебе нужно, нужно больше, больше, больше. Ты думаешь, о чем мне нужно больше? Вот у меня есть такое прикольное место, да? Шалаш. Что еще нужно? В шалаше природа, воздух, запах такой хороший. В шалаше ты можешь купить себе вкусную какую-то булочку, взять кофе с молочком, и спокойненько посидеть и послушать какие-то вот, да, на канале Ваикра, подумать о боди, проанализировать свою, насколько я к нему близок. И потом подумать, жизнь-то временная. Жизнь, она временная, материальная жизнь. А духовная жизнь, она вечная. То есть это, это как начало веры. То есть какой смысл вообще в жизни, если она заканчивается с могилой? Никакого. То есть во всем, во всем есть какое-то продолжение. Вот ты сидишь в этой сути и думаешь, вот интересно будет, да, когда тело умирает и поднимается вот это такая как... Я представляю себе, что поднимается такая вот эта душа внутри, в теле. Есть как бы еще одно тело, которое вот это вот тело материальное оживляет. Вот подумайте сами. Вот вы хотите пошевелить рукой. Вот человек думает, надо пошевелить рукой. Поднимает руку. Но как он это делает? То есть у него внутри есть мысль. Есть мыслеобраз такой, есть мыслеобраз. И он в этом мыслеобразе просто поднимает руку, и рука шевелится. То есть потом тело отпадает, но вот этот мыслеобраз вот внутри, такое как виртуальное тело, оно остается. Вот так я себе представляю, как душа потом виртуальная. Она поднимается в... Она не поднимается, она переходит просто в другое измерение. Параллельно с нами существует измерение. Измерение параллельно с нами существует, как вот сейчас прямо здесь. Есть Wi-Fi, есть сети вот эти вот интернетовские. Есть телефонные линии. Есть сейчас параллельно идет 20 или 30 радиостанций. Здесь же прямо, да? Параллельно идет здесь какие-то там телеканалы. Но мы это все не воспринимаем. Точно так же духовный мир, он не где-то там. Он здесь. Он здесь, просто мы его сейчас не воспринимаем. И когда тело отключается, то в этот момент виртуальное тело, виртуальная душа, она начинает работать. Она начинает сильно работать. И вдруг тебе открывается, как устроен мир. Это очень интересно, как это все открывается. Значит, сейчас я хочу на последнее рассказать то, что меня очень впечатлило за последнюю неделю. Вот я изучал в трактате «Броход». Есть такая интересная там идея, да? Что о чем должен молиться человек всю свою жизнь? О чем должен человек молиться всю свою жизнь? О чем? Значит, первый вариант, первое, о чем он должен молиться, это о жене, о хорошей жене, о второй половине. Человек так устроен в этом мире, что Бог нас создал незавершенными существами. И нам нужна вторая половина. То есть ее нужно каким-то образом найти. Но когда ты ее находишь, то оказывается, что это не половина, а скорее всего будет какой-нибудь, не половина яблока, а какой-нибудь будет кактус. Обычно, когда две половины соединяются в современном мире, особенно, которые не воспитаны по одной системе, не воспитаны по одной какой-то модели, то в момент, когда они соединяются, то как соединяются два кактуса? И они должны для того, чтобы быть вместе, чтобы реализовать вот эту идею, они должны убрать свои колючки, понять, что такое шалом, шломбайт, друг на друге научиться принимать реальность, принимать окружающий мир. И это первое, о чем должен молиться каждый хасид, там написано, это о том, чтобы найти жену. Найти жену, значит, женщина должна молиться, чтобы найти мужа. И когда нашли, надо с ним создать шломбайт. Шалом – это мир. Если ты можешь создать мир с одним человеком, тогда ты можешь создать мир и с собой, и с окружающим миром. Второе, о чем должен молиться каждый хасид, это о торе. Чтобы у него была тора. То есть, еще раз, мы все загружены программами, которые не работают. Мы все загружены программами, мы все загружены программами, которыми нас учили в школе, которые, ну, о чем угодно, только не о взаимоотношениях с Богом. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя появился интерфейс, вот этот духовный интерфейс, который развивает душу и соединяет с Богом, для этого нужно молиться о торе, чтобы к тебе пришла тора. Третья, вот это очень удивительная вещь, о чем должен молиться каждый хасид, это о легкой смерти. Обычно человека очень сильно пугает смерть, но, в принципе, если человек верующий, он должен понимать, что сама по себе смерть, когда ты умираешь, уже ты ничего изменить не можешь, и там ждет только хорошее. Но момент вот этого перехода из состояния живой в материальном мире, в состояние живой в мире духовном, этот момент очень сильно пугает. И там написано это в трактате «Броход», что нужно молиться о легкой смерти. Есть 903 вида смерти в мире. Бывают страшные виды смерти, когда душа выходит из тела, как репейник выходит из шерсти. Она прям, душа вот эта вот цепляется за тело, там у них прямо разделение происходит очень тяжелое. А бывает вид смерти, который называется поцелуй. Поцелуй, представьте. Это вид смерти, когда душа выходит из тела, как волос выходит из молока. Представляете, вот так вот джик, волос из молока, и все. И самый легкий вид смерти, это когда сам Всевышний приходит к праведнику, и он забирает его душу, а не делает это ангел смерти. Представьте, это вот третья вещь, о которой нужно молиться о легком перевходе в следующий мир. И когда, бывает, люди умирают, во сне, без агонии, без ничего. Вот недавно умер один парень, в синагоге у нас был, Риндл, Александр Риндл. Год назад он умер. Он в субботу шел в синагогу. Шел в синагогу, упал и умер. Все, вот так вот, молодой парень, сорок чем-то лет, шел, упал и умер. Все, в субботу шел в синагогу. И его душа ушла, поднялась наверх. Четвертая вещь, о чем должен молиться каждый хасид, там написано, это о могиле, что была у него хорошая могила. Это непонятно, это надо чуть-чуть понять, зачем об этом молиться, какая будет могила, казалось бы, какая разница, но есть в этом тоже какой-то смысл. И последняя, пятая, последняя, пятая, это удивительная вещь. Пятая и признана, что это самое важное. Знаете, что написано самое важное? Чтобы туалет был рядом с домом. В то время была большая проблема, и люди из-за этого в Вавилоне, у них были проблемы с их физическим существованием, что у них туалет был за городом, представьте. И пока мы находимся в этом мире, очень важно, чтобы тело хорошо себя чувствовало. Очень важно, чтобы было физическое здоровье. Очень важно так выстроить свою жизнь, чтобы тело давало радость и не забирало радость. Что для этого нужно сделать? И вот для этого как раз тоже мы сидим в сути. Для этого нужно быть очень, то, что называется, астетом. Потому что человек астетичный, ему все приятно, ему все хорошо, его ничего не пугает. Человек изнеженный, ему все, все ему не хватает, мало, плохо, тут слишком жарко, тут слишком холодно, тут не так, тут не тот цвет, тут не тот размер и так далее. То есть для того, чтобы тебе было всегда хорошо, нужно неделю, неделю нужно посидеть в сути и понять, что для жизни тебе нужно всего лишь немного. Все, дорогие друзья, значит, я желаю нам всем, чтобы у нас было все четыре вещи, чтобы была и хорошая вторая половина, и тора, и в момент, когда придет, чтобы легкий был переход в следующий мир, чтобы была хорошая, комфортабельная модила, и чтобы был туалет рядом с домом, чтобы было физическое здоровье. Всем большой радости, удачи и успехов, и веселого праздника Суккот. Все, всем до завтра. Всем до завтра. Пока. Удачи и успехов. Через вот это, Алена, через половину есть самая большая самореализация. Когда ты можешь наладить шалом со второй половиной, выстроенный на духовности, на торе, значит, у тебя жизнь удалась. Все, всем хак суккот саме. Пока.